Продолжение следует... Я не могу осуждать то, что вот мои близкие меня не поддерживали. Для них это было страшно, они другого образа жизни, они из другого времени. Также для моей сестры всегда было странное стихотворение, что, как, даже никогда. Я даже никогда не пыталась их прочитать. Тем не менее, я говорю, мы как-то всегда рядом. Тем не менее, несмотря на то, что меня не всегда поддерживали, сейчас, безусловно, родители мной гордятся, и это для меня очень приятно. Но, может быть, они не всегда поддерживали, но они никогда не запрещали, не препятствовали моему пути. Мне кажется, это очень важно. Так, да, безусловно, за рамками семьи есть друзья по интересам. Не обязательно это поэты, и даже чаще это не поэты, просто люди творческие какие-то, либо с похожим внутренним миром. Духовно где-то понятнее мне, нежели моя семья. Я чувствую как раз в них свободу. Я могу, они знают мои недостатки, и они их принимают, это взаимно. Также я знаю какие-то вещи, которые, возможно, мне не близки, но я их принимаю, я не пытаюсь изменить. Так же, как они пытаются изменить меня, я чувствую комфорт. Когда ты чувствуешь комфорт, ты можешь развиваться, ты можешь не бояться. И в большинстве, наверное, своем, мои друзья, близкие, это очень добрые люди. С какой-то положительной энергетикой, я не знаю, как это объяснить. Ну, чувствую, что человек добрый. Нет никакого-то критерия, там, он должен делать то, либо не делать это. Нет, это по-внутренним, конечно. Ну, а как еще, это же духовное родство. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!